И снова здравствуйте, это Украла Аф-ТВ, и мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи известный украинский писатель и философ Густав Водичко, которого мы страшно рады видеть. Густав, здравствуйте. Спасибо огромное, что ждали для нас время. Густав, знаете, что я вспоминаю? Я вспоминаю, что когда началась война, было такое ощущение, что ты не понимаешь, о чём нужно говорить, как нужно говорить, что делать в этой ситуации. То есть в голове такая полная какая-то неразбериха. И если помните, вот я вдруг стала лихорадочно нащупывать, с кем нужно говорить об этом. И я помню, тогда я написала вам. Тогда не было возможности сделать это интервью, но я помню, как мне хотелось с вами поговорить о том, что случилось. Сегодня, если позволите, я хотела бы поговорить с вами, и возможно о том, что случилось, и возможно о том, что случится дальше. Поэтому вот, если позволите, я бы начала вот с такого общего вопроса. Ну и потом уже по ходу, наверное, присоединюсь. Да-да-да. Давайте тогда, Густав, начнём, наверное, вот с того, как вы оцениваете, вот ожидали ли вы, что это может случиться? Такой большой... Ну мы же с вами, у нас же с вами было интервью буквально накануне войны. Это буквально вот-вот-вот, да, вот перед Новым годом ровно год мы с вами не разговаривали. Ровно год. А прошло как один день. Ну что интересно, в этом интервью, когда я говорил, что вот это все разговоры про войну, вылетят как очень глупая реклама. Что это глупая реклама, каких-то вещей, каких-то заинтересованных людей, которым зачем-то это нужно. Вот. Почему? Какая? Почему? Мы назвали цифры. Мы назвали цифры. Ну как это? Если вот столько стоит людей на границе, да, вот сколько там ни было техники, всё. И зная, что такое Украина, ну мы же с вами знали, что это такое. Я как человек, который 20 лет рассказывает про украинский архетип, и я там привожу пример встречающегося, человеком пенсионного воза, 70 лет, там человеку, который говорит, что в случае чего я, скажем, пиду стрелять и, скажем, хоть двоих убью, а там уже и слава богу. И говорю, таких много найдется. И я тогда еще сказал, что ну только от таких людей потерь будет. Ну, мы точно предсказали цифру. За шесть месяцев, за полгода они потеряют 50 тысяч человек. И отсюда, естественно, у нас в голове, что они, а, что полгода, то есть не будет никаких там близ побед. Это вообще невозможно. И что мы будем сражаться полгода как минимум, и у них будут такие потери и так далее. Смотрите, мы что, военные специалисты с вами? Мы точно нет. Мы что, в курсе, какие дивизии, куда заходят, как работают самолеты, вертолеты и как это все обороняется? Абсолютно нет. Мы, гражданские люди, обыватели, ну пусть у меня там есть какой-то военный опыт, армия, книжки какие-то там еще чего-то, общее знание истории, какие-то цифры и так далее. Все равно, так или иначе, мы сами не имеем ни данных разведки, ничего. Нам хватило ума, чтобы в нашем разговоре выползла точная дата потерь, невозможность победы и абсурдность таких даже идей. Вы понимаете? То есть, почему, еще когда была крымская компания, вот только они вот на Крым напали. В 2014 году. Да, первое, что я тогда дал в свое интервью, у меня было такое прибитое состояние. В чем была прибитость? Не в том, что они на Крым напали, а в том, какой же уровень аналитики должен быть в такой гигантской стране с такими деньгами, чтобы совершить такой абсурдный поступок. Когда у вас рядом под боку безоружная, наивная, глупая, подчеркиваю, страна, у которой продажная элита, то есть не элита, а правящий класс. Потому что элита – это заказчик культуры. Если ты не заказчик культуры, ты не элита. Поэтому, когда говорят «украинские элиты», вы кого имели в виду, вот Ющенко – элита, почему? А он заказчик культуры, он этим занимался. Вот. Поэтому я имею в виду такого уровня людей, например. И вдруг вот эти продажные элиты за деньги можно было всех купить. Абсолютно безоружные. То есть армия там… Быть военным было постыдно, потому что с такой зарплатой мог жить только идиот. Это было просто постыдно. Люди снимали мундиры, чтобы не показывать, что они военные. Ну, чтобы не знали, что у них такая зарплата. Они по гражданке ходили одеты. Вот. И в Крыму вы делали, что хотели. У вас там стоял флот. Вы там покупали недвижимость. Вы, ваши люди сидели у нас в министрах. Что вам еще надо? Это абсолютно… Какой-то там Майдан. Да покричали, пошумели, опять всех перекупили, сделали и вдруг они совершают поступок такой масштабной глупости, что это моментально меня хлоп, и тут уже вот это то, что называется «Слава, Героям Слава» перешагнуло Днепр. Раньше об этом кричала маленькая маргинальная группа, которая из Карпат не вылазила, и вдруг это переходит в Днепр. Вы идиоты. Вы создали сами себе противника. Потом стали о нем говорить, сочинять, выдумывать. А потом, знаете, когда я слушал Скобееву, и то, что я там не слайд, вот, все, сколько можно терпеть, до каких пор? Я думаю, интересно, если бы я был диктатор, и как человек, который занимался политтехнологиями, я знаю, что такое манипулировать людьми. Потому что я этим занимался профессионально. Я знаю, ну это вот для дурачков, да, а мы что, умные ребята. А это вот для дурачков. И вот, значит, дурачки слушают, там Скобеева беснуется, а я там тихоряк какие-то свои. Оказывается, Скобеева говорила для Путина. Не для дурачков. Мы возвращаемся к вопросу. Где ваша аналитика была? У вас аналитика есть? Нет никакой аналитики. А вот эта вот сумасшедшая, абсолютно обезумевшая от собственной пропаганды публика, вот, которая сама себе заказала на ночь страшную сказку. Вот они эту страшную сказку слушали все время и поскорили с ума. И это так обидно, что, блин, ребята, за такие бабки вы не смогли купить себе даже разумных решений. Ё-моё! Я всегда, я ещё писал в своей книжке, что миром управляют божьи промыселы дураки. Вот дураки напали, да, а божий промысел нам помог спастись. Как сказал один военный, я говорю, почему, когда он стал описывать ситуацию, вот что было, да, и что было сделано очень много для того, чтобы здесь у нас слишком много было сделано для того, чтобы враг оказался под Киевом. А я говорю, а как же мы вот в этой ситуации смогли выглясти? А он говорит, Богородица помогла, потому что разумных объяснений он не ищет. Ну, для меня, например, как человек, который сегодня про архетип говорит, вы помните, я говорю, что архетип, ещё раз, истина находится, ну, кто верующий, да, в Боге. А кто не верующий, то что в космическом разуме. Помните, все эти девочки собираются и говорят, мне кто, мне вселенная сказала. Ого, это значит, что Бога не спадает, мне вселенная. Вот они все общаются со вселенной, вот вселенная сказала. Значит, ну, давайте так, все, кто с Богом не общается и со вселенной не общается, они опираются на что? Они опираются на свою какую-то правду, ну, на какое-то некое представление в своем мозгу, как выглядит мир, отношения, люди, смыслы. И вот оно смотрит на себя, значит, смотрит на окружающих. Это называется правда. Объясняю. Правда – это наше с вами заблуждение. Помните, в чём сила, брат? А сила – это в правде. А правда – это наше с вами заблуждение. Почему? Потому что правда, понимаете, у каждого своя. Поэтому у них же своя правда. Это же видно. У них своя правда. Они же там идут, у них картинки вот эти нарисованные, да, когда тебе рисуют этих фашистов и так далее. Да любой психически здоровый человек, посмотрев этот телевизор, не выключая определенное количество времени, у него… Мы без защиты перед своим мозгом. Вот как Черниговская постоянно об этом рассказывает. Ребята, вы думаете, что вы мозгом мыслите, а вы уверены, что вы… Что не он мыслит вами и так далее. Вот. Вы… Что мозг – не только это способ видеть окружающий мир, оценивать и так далее, двигаться, думать и тому подобное, а это ещё то, что представляет для тебя угрозу, для тебя самолом. Вот что такое депрессия, сумасшествие и так далее и тому подобное. Знаете, когда-то меня один психиатр, когда я ему рассказывал по своему знакомому молодому человеку, там, товарищу, который постепенно стал шизофреником. Молодой, он стал шизофреником. И он общался с Богданом Хмельницким и с Агайдашным. Вот. На рулетке он всё время тусил, и там всё время рассказывал, как он только что общался с Агайдашным и Хмельницким. И он мне говорит, ты… Говорит, вот не надо с ним спорить. Не надо шизофренику рассказывать, что он не разговаривал. Он их видит. Ты понимаешь? Он их видит. Поэтому не надо… Вот ты историк. Воспользуйся моментом. Состав список вопросов, которые ты хочешь узнать из первого источника. С Агайдашного и Хмельницкого. Это хорошо. Я решил задать вопросы Хмельницкому. Говорит, будешь с Хмельницким разговаривать? Задай ему те вопросы. Через неделю мы встречаемся. Он подходит и говорит, Юра, я задал. Сейчас буду отвечать тебе по этим. Я его даже позаписывал. Ну, я не хочу что-то нарушать в мировой науке. Но я был в шоке. Юра не мог знать таких деталей. Я в подлиннике читал документы. И там, где у меня были какие-то точки непонимания… Это надо быть специалистом. То есть, я не уверен, что шизофреники общаются только с тем, что у них в мозгу. Поэтому я не понял. Но вот что-то подобное… То есть, мозг настолько опасная штука, мы сами опасны для себя, что то, что с нами сейчас со всеми происходит, это то, что к нам всем пришло. Вот эти игры с массовым сознанием, что Путин, который, там, говорят, в гаджетах не сидит, да, там, не где-то… А он что, да телевизор-то смотрит. А телевизор что, не видит разный? Видит, скорее всего. Так он, как бабушка, смотрит собственный телевизор. Более того, я сейчас скажу… Я когда вот слушал его, его окружение, которое где-то как-то высказывалось, они все очень грамотно говорят по учебнику за седьмой класс. Это советский учебник «История СССР» за седьмой класс. Начиная от Киевской Руси и заканчивая Петром Первым. Почему он заканчивает Петром Первым? Потому что учебник заканчивается Петром Первым. Да. А дальше идет только Екатерина, но там чуть-чуть, и все. И там вот… Вы помните тут учебник? Учебник, на котором было вот так вот… Там Ломоносов, Радищев… Такие вот… Помните? Почему вы помните? Потому что он классный. С этими такими картинками чудесами. Да, 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 да. Вы смотрите, я просто показал его сейчас, его бы все узнали. Я просто не дома. Вот. И они этот учебник хорошо… Он же хорошо написан. Он же хорошо сделал. Он мне больше всего нравился, кстати. И они его все усвоили. Потому что это еще возраст, когда дети еще имели привычку учиться. И учебник хорошо сделал. И они вот в этом учебнике живут. А то, что был восьмой класс. А то, что будет девятнадцатый век. А то, что будет Венский конгресс. Это то, что будет международное право. Уже никто этим не интересуется. Они в этом учебнике все застряли. Потому что они его хорошо запомнили. И все. Хороший учебник. Вот не стану их. Учебник хороший. Да, там есть определенные тонкости. Имперские и плюс советские. Понятно. Эксплуататорские классы и тому подобное. Все. Но это же об этом. Кстати, когда они говорят про Советский Союз. Какие договоры. У нас там были линии зоны влияния. Красные линии. О чем ты говоришь? Советский Союз. Это другая политическая и социокультурная формация. Речь шла о договоре соцлагеря и социалистической Союз. Где строят коммунизм по отношению к другим некоммунистическим мирам. Это с ними был договор. Это разные социальные системы. Вы тут при чем? Советские когда говорят. Вот они хотят создать Советский Союз. Какой Советский Союз? Как территория? Советский Союз это не территория. Это способ жизни. Это способ управления и способ мышления. Это вообще о другом. При чем тут это? И вот то же самое. Когда он вспоминает Петра Первого. Он вспоминает эти войны. Он забывает, что речь идет о монархии. Россия была монархия. А монархия это суверен по отношению к которому народ присягал. Территория присягала. То есть народ присягает. Почему распадались все монархии, которые после Первой войны распались. Помните? И развалилась на национальные округа сразу. Вот была Австовенгрия. И тут же она развалится на кучу государств. Потому что по отношению к суверену. Эти люди уже больше не имеют никаких связей. То есть у нас уже по отношению к нему присяга не работает. Все. Закончился проект. То же самое и здесь. Только Николай Второй отрекся. За ним отрекается его там брат. Чем это все заканчивается? Что суверена нет. Монархии нет. И все договора, которые были в присяге. Когда земля и народ присягает этому суверену. Уже не работает. Это по международному праву. Все. До свидания. Нет. Это его. Например. У Гавсбурга. Это все еще. Там часть Украины. Это Буковина Герсонска. И Ладомерия Герсонска Буковинская. Да. Они до сих пор еще у них находятся в этом. В де-юре. Как бы в монархическом праве. Правильно. То есть они находятся. В де-юре. Но не де-факто. Вот. Если будет поставиться монархия. То как бы они имеют право претендовать на эти территории. Вот. А когда этого нет. Все. До свидания. Вот. Это же титулярное право. Титулярное. Вот. Но суверен несет суверен. Он. Он Господь. Государство. Это я. Вот. Когда он говорил. Кто вы такие. Король. Пришли. Говорят. Говорят. Ребята. Кто вы такие. Они говорят. Мы государство. Вы что. Здурели. Государство. Это я. Ну да. Это вот так звучало. Они так говорят. Государство. Это я. Государство. Как только не стало династии. Она отреклась. Заметьте. Они сами отреклись. Как только это произошло. Потом начинается. В чем собственно революция. То что они отреклись. Надо было не отрекаться. Отрекся. До свидания. Уже. По отношению к нему. Все эти территории. Уже. Не имеют. Ну то что скрепы. Никаких. Скрепляющих обстоятельств. Нет. Что соединяло территории. Национальные территории. В Советском Союзе. Объясняю. То что заменило. Этого суверена. Да. Это то что. Это строительство. Коммунистического общества. Понимаете. Они занимались. Одним и тем же. Социальным. Социальным. Социо-культурным действием. То есть. Мы создаем. Мир. Коммунизма. И социализма. То есть. И там. И болгары. И там. И там. Соцлагерь. И тому подобное. Неважно. Насильственное. Добровольное. Но там проект. Это проект. Это проект. Который. Особо экономическая формация. Которая втягивает какие-то пространства. И поэтому. Территория Советского Союза. Не соответствовала территории. Царской империи. Там был что. Там была Польша. Там была Финляндия. Там еще что-то. Территории поменялись. И смотрите. Когда исчезает Советский Союз. То. По отношению к этому проекту. На основании которого. Мы находились вместе. Как бы формально. Да. В любом случае. Формально. Неформально. Да. Мы свободны. Все. Раз две проекта. То нас ничего не удерживает. И все расходятся. И каждый живет. Что. Своим. Маленьким. Воровским проектом. Мы помним. С чем это началось. В 90-х годах. Воруют все. И вот. В этом проекте. Воруют все. Почему-то приходят. Те. Которые воровали. Ну. Что такое. Для нас. Например. Государство. Это такое. Украинское село. У которого есть. Такой. Знаете ли. Комбайн. 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 Який косить. Капусту. О. Комбайн. Для кошения капусты. Комбайн. 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 захватила. Комбайн. Захватила. Комбайн. 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 ну что вы меряете вот это вы когда будет совок совок где я буду я сока не вижу когда начать рассказывать эту как совке не вижу не вижу меня этому на пьян вот этого не делал вот так я не говорил это у меня не учили я в таких местах не работал я это не производить это вообще было другое это было целых замкнутся цивилизация где даже каждый гвоздь был свой то есть еще надо было делать все было внутри как каждая лампа когда смотришь вокруг там какие-то старые фильмы и ты понимаешь весь предметный мир производился здесь каким бы ни было любой сложности краденая идея не краденая вы все украли засмеялись китайцы и украли еще больше вот они скопировали не украли и все остальное что и у нас скопировали крали это нормальная идея мы мы идем друг у друга совершенно спокойно тот сказал а тот повторил и продал это за деньги вот ничего страшного и вот вот в этой ситуации мы наблюдаем вот эту страшную самую дикую смешную картину они приходят к нам я ведь пётр родина они допустим люди настолько вот что не защищены перед мозгом понимаете то есть вот к нему пришел даже не богдан мельницкий сагайдачный понимаете к нему пришла скобеева и и несет его такую что это это истерика я так думаю что они сами себе сняться ночью и другого поднимают они пойтили нам в атаку почему а у нас кто нам угрожает американцы конечно ну все же знают кто там ездил кто был они ничего не знают про россию они про него вообще не думают а знаете вот что такое ситуация с путиным и россии сегодня это понти анекдот про неуловимого джо вот приходит помните да вот когда врывается свет ковбой пьют отдыхает и вдруг врывается какой-то ковбой и начинает во всем вот так бах-бах-бах-бах стреляет резко прыгает на лошадь и и смывается а что это было говорит а это неуловимый джо подожди говорит он что и правда такой неуловимый джо просто нафиг никому не нужен вот когда путин понимаешь нафиг никому не нужен как неуловимый джо трассе ты не прекрасно нефть прекрасно газ прекрасно что там у вас еще есть что готовы предложить все очень прекрасно давайте торговать нет проблем мир уже пришел к тому против все разговаривали миром управляют уже не государства мир управляют какие что между эти меж эти как рассказать между зоной корпорацией до транснациональной корпорации то есть над миром нависла надстройка в которой уже не не лезет война вот такой она не нужна она она уже отбирают отбирающая система выяснения не только отношения вообще это будет просто деструктивно а вот если вам надо убить много людей до этого ковид есть если вам еще чего-то и таки а тут же еще быть вот это вот как-то когда мы слышим постоянно вот эти вот и там то единственные жидомасоны и так далее у меня есть жалко сейчас просто телефоне есть этот фотография старый журнал перец против перец и крокодил конечно перец вот такая вот картинка большая значит это советская значит в 80-х годах значит сидит дядюшка сэм помните полосатые штаны вот это вот цилиндр у него рядом у него сидит такое когда жидяра с пейсами такой с таким вот и носом с деньгами такими торба денег на сяра такая значит и весь он такой окровавленный а рядом у него окровавленный дядюшка сэм окровавленный жид окровавленный а рядом естественно хохол если в петлюровских шароварах с этим вот эти у него тут три зуб 10 на на кисточке вот это и у него немецкий автомат и вышивка в виде свастики и написано единокровные брати ух ты в советском советское время такая и богу это было постоянно я могу показать он у меня даже фотографии это дома хранится это журнал будем разговаривать сейчас покажу газетку и вот что изменилось сейчас ничего не сидят что это хохлы фашисты жиды понятно это все они а что такой зеленский жиды бандера единокровные вот эти понимаете как так ты же антисемит я не антисемит это такие особые жиды то вы понимаете что это сагидачный пришел это понимаете и вот это он абсолютно незащищенный перед учебником за седьмой класс решил навести в мире порядок ну какой-то психолог там рассказывал говорит что ну видно по всему как ему клички давали какие уносил клички там детстве там еще чего-то путин имеется ввиду путин путин да да что мальчика мальчика там как-то прессовали а он же шкаф пошел вот и он же хочет доказать что ты не пуйло и муж говорит и пуйло в детстве наверно говорили и на набили а ну видно же по личику такое то есть она видно что-то знаете вот настоящих мощных хулиганов видно которых никто обижать не будет да а тут все понятно и он же пытается доказать что не пуйло конечно почему он пошел там на самбо и так далее занимался там я не знаю чем он там занимался какими-то единоборствами почему ну чтобы стать сильнее чтобы давать отпор а почему дает отпор потому что били а потому что хотел попасть туда где сильные туда где были хулиганы тот со скрипочкой что ходил он там не тусовался он со скрипочку себе пошел ботаник да и занимался другими мирами а этот хотел скорее всего туда а туда не пускали там били а так далее и вот он уже пошел там может дать вот там теперь кину через плечо а когда поступил в университет а тут же помните что такое пойти в кгб в те времена это же надо знать это же надо учиться в эти времена чтобы у тебя в кгб надо было стучать уже на своих этих одноклассников или сокурсничков на одноклассничков на друзей закладывать надо было показать квалификацию не просто так принимали то же надо было частью быть не стану утверждать что так это у него напрямую это без этого просто не могло а почему идешь кгб за какой мотивите в кгб а вокруг есть люди которые умные смекалисты знающие интеллигентные а я пойду в кгб и меня будут бояться все и профессора помните да все тебя будут бояться и вот это зачем а у нас кгб а у нас кгб и вот этот страх вот этот который был там сидел и я кем бы ни был какие бы ни был пулом какими и там же ему давали с кличкой то какие моли его называли там окурок его называть даже кгб и вот с этим мальчик это хочет доказать я не пойло я не пойло и он и записался на единоборство и в кгб записался я не пойло и тут он стал носить чемоданы за сильными мира сегодня я не пойло ведь я чемодан собчака нашу я я я турбоносы я я не пойло а потом ему империю подарили кстати вот что было у людей в голове которые ему империю подарили сказать а что в нем было такого что вы ему подарили империю что у вас было в голове и вот смотрите очень не боролся он никогда не делал политической карьеры это все знают ничего этого не было и вот он эту карьеру ему дали империю ты который ни разу на выборы не ходил не знаю что такое борьба обещание и так далее бабах тебе империя и все равно говорят пуйло и все равно пуйло и как же так и мальчик мечется я докажу я не пойло я не пойло я вам дам я ракету брошу вы сдохните собаки все весь мир сожгу но я не пойму понимаете вот что такое работа с мозгом а дальше не работать с ним густава что дальше ведь это все а он пришел убивать вот что самое правильно так сколько войн возникало когда шингисхан напал на среднюю азию они не собирались воевать они не собирались они хотели заключить договор чтобы через их территорию проходила торговля и было выгодно торговать а дипломаты пришли и говорят наш солнцеликий владыка мира хочет отец может прожить я сам солнцеликий владыка мира то есть вот это не то есть по титулам которые друг друга называли возник конфликт и они сожгли всю среднюю азию только потому что извините в титулах вот как это же без тоже солнцеликий понимаете и а здесь та же самая тема он же говорит я солнцеликий почему они со мной не разговаривают как солнцеликим вот почему меня не боятся не вот я должен уважать как советский саду советский союз это была другая совершенно социокультурная система это вообще что когда мне говорится где там само где в путинской россии я не вижу никакого самка а без культуре который там есть так оно было всегда во все времена поэтому шутку радость архетипов что такое символ войны для меня в украине это украинского сопротивления когда вы видели эти кадры когда поле и поэтому на этом поле танк на этом танке сидят мужики 45 плюс или 50 плюс их целая щобла и это селяне которые там захватили и с криком у нас получилось помните они несутся по полю то есть это махновская тачанка которая сорвалась в бой то есть у нас еще говорю мы анархисты я это утверждал утверждаю и буду отрезать по архетипу мы терпеть не может государство вообще вообще для нас россияне а куда смотрит государство а государство а вот государство а на вы то есть в другом слове государь а у нас как так чтобы это государство извлекло что мы его не бачим никого она мне не мешает картошку красную сусида а або свою садить бо я багато посадил а во им не нравится собака а вот там агитманцев продавал так что на картошку не продал а то еще что а вот тут еще собирается в зрубите тут техосмоты сволочи то есть государство мешает украинцам развиваться оно нам не надо а эти думают только государство почему священная россия понимаете это все украинцы сходили в туалет ну сходили в туалет в этом в чем нравится архетип а украинцы посадил в туалет с утра обычное физиологическое действие русский за уралом проснулся и пошел в туалет в туалет а не было потому что сухие доски сожгли зимой вот и он решил пойти в соседний шок куда чуть-чуть куда подальше в этот в кедровник зашел в кедровник и наложил большую кучу которая дымится и он вы видите жить еще русский человек жив так вот твари видите как я сопротивляюсь америкосом жидам жидомасонам вам твари это вы сволочи хохлы подлые поверите а бог верит меня в россию в русского человека верит бог бог вот с утра до вечера только на нас и молится и вот эта священная территория великая куча под великой елочкой великом лесу великого народа с великой музыкой великой великой культурой величайшей армии величайшим флотом и будете величайшей верой эти с утра встал по большому и уже доход уже приятно жить понимаете а надо встать кафе открыть да вот наоборот сбегать и так дальше все эти не завидовали что у тебя больше понимаете то есть у нас счастье в том что соседа такого не это понимаете то есть не просто сам факт я при я великий поэтому обидеть и жену на всех понимаете ложится команда и такое чувство поэтому не любят бухать вместе будет величием легче легче делиться а мы ж бухать не любим вместе между ним в одиночку можно конечно с кумом но без кума тоже приятно понимаете вот а почему потому что мы индивидуалисты потому что казак мама сидит один он один а дэвона вон а прочую нормально вон а волонтере как положено вот и все и они не знали самого главного они не знали что украинцы любят войну потому что это казаки казацкая нация единственная в мире казацкая нация нации анархистов и именно вот такого это что значит чтобы не сделал наше правительство против собственного народа как бы она не хотела чтобы нас завоевали и так далее пацаны не согласны это они приняли решение отбить стану москалей и кинулись со всех сторон с винтовками и все что было под рукой и охотники бегали по полисам и отстреливали и этих пацанов несчастных чтобы выскакивали из танков вот и которые не поняли зачем сюда приехали и так далее это это никто не заставлял понимает сейчас уже поприводили в порядок более-менее повыставили а тогда же просто народ пацаны не согласны здесь да я бы подписал уже все что хотите так пацаны здесь согласны еще повесят на воротах почему а потому что анархисты потому что здесь мы решаем что будет правильно что неправильно вот и все анархизм это высшая степень сама это социальной организации без управления государством то есть когда государство как бы не управляет а все есть армия есть ослабжение есть и все остальное и каждый сам себе представить он себя решает буду воевать или не буду там ждут мобилизации у нас тоже есть мобилизация тоже будут вручить повестку все остальное но рвануть и схватить это знаете вот с криком ка-цапы понимаете то есть они шли на танках и сбылась мечта дай-то его хоть за горло подержать помните это конечно да и они кинулись и так я там слышал даже у одного было говорит мне так показалось в какой-то момент что на всех врагов не хватит то есть мы так кинулись их гранит что я подумал что на всех не хватит врагов я когда-то услышал я вижу вот эти вот вот эти штуки связанные с тем что врагов не хватит и мы понимаем врагов хватит архетип не меняется потому что эта работа с мозгом это его правда это его заблуждение вот это заблуждение как и нас вот на запад почему оружие там там что-то там дают что-то не дают и тогда они же тоже находятся в своей праве своих заблуждениях а эти же кричат цены какие они стыкуны сейчас мы стыкунов объем это мальчик со скрипкой сейчас мы им дадим но между стыкунами которые со скрипкой и между этими хулиганами стоят просвещенные эти хуторяне согласны пацаны которые не согласны и они стали центром мира я это написал у себя в книжке в моей книжке родят девчих анкелов есть такая вещь называется она престольная ода это написано в девяносто пятом году объясняю за 25 лет начал что будет никто не верил как это может быть поэтому вот это глава рнб ока же если хотите узнать все ответы на ваши вопросы читайте пусто водичку там все написано он такой ну да как сопротивляться там это это там инструкция гражданской обороны то же самое там году без света колеси ну лампу требовать готовиться надо было и все и там все все это указано все это как просто предсказание одни кустов тогда когда мы их победим и как там их а для чего а для процесса наслаждения ведь мы же сейчас кто я же говорил уже в других передачах сто раз я об этом говорил и говорю на всех курсах и так далее смотрите ранее мы захищали весь христианский свит козаки захищали от кого от турки от мусульман от супостатей и весь христианский свит и помните какого и вот это велика честь систи на кол за веру свою понимаете и так далее хлопцы вот это уже православных своих прикрыть и так далее да вот и вот эту и нашу свободу мы за нашу свободу уберемся мы что такое анархисты их интересует свобода и только свобода что обещать украинскому если вы нам не даете свободу то мы идем до вас понимаете и вот эти постоянные темы кончится война сейчас начнем зажимать свободу ой ребята кто его знает я ну конечно понятно что к отдельно взятому герою приходить с арестом это легче чем приди к целому батальону пацаны просто дадут ответ но нас интересует свобода по архетипу иду смотрите и на вы и вдруг четырнадцатый год уже есть фронт где пацаны защищают весь цивилизованный мир право цивилизованный мир этого еще не понимал это точно но наши пацаны уже знали но у них появилась работа они у нас смысл какой мы не просто казаки это пограничное же состояние общества да это то есть это самоорганизация вооруженных свободных людей мы свободные вооруженные люди это очень важно быть очень вооруженным и очень свободно и самим решать поэтому мы стоим и спасаем этот мир чем мы сейчас занимаемся то ставки возросли и вы уже спасаем целую планету уже заговорили об этом а можно не будем густо можно не будем можно но это не с нашим счастьем потому что территория на которой мы появились як анархисты казаки почему она была пограничной и стремной тут жить никто не хотел кроме свободных и вооруженных людей вот и все это же не государство это страна это территория и как называют остров свободы настоящее плавает среди агрессивных миров наши сейчас сбежали за границу многие да и сказать о да тут вообще-то не интересно оказывается тут и бумажку оформлять надо постоянно куда-то дурную оказывается здесь интернет в ницце надо две недели ждать у нас есть вариант или прямо ночью или завтра утром да или прямо вечером даже сейчас мне интернет прямо сейчас сделаем две недели интернет и так и иду побежу услуги они не так как вот это вот ну это же тоже фантазия за поднимись да оказывается мы продвинутые ребята оказывается мы дальше всех в этом вопросе мы даже всех в этом вопросе сами того не желаю мы думали что мы хуторять а я написал там написано мы центр я его мы центр свободного мира почему потому что то как мы живем то как мы себя чувствуем не чувствует ни один человек уже у нас соединяется две цивилизации у тебя московска западная да вот это вот вместе вот эти два два этих мира это что два типа литературы и то что говорит свободный украине то что говорит анархист гоголевщина которая все показала вот как мы выглядим как мы тыщем чем мы живем и так далее это вот сносит памятники пушкину пушкину не обидно пушкин написал что я памятник возил себе невыкотворный к нему не зарастет народная тропа это понимается сносите 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 да вот пушкину это мне интересно и вот он не пропадет и не пострадает вот а вот но пушкин был кацап настоящий он был настоящим он как бы не государь ты мне а вор и самозванец и так вот прихрестився и петельку помните опа капитанская дочка не русско да а больше вы все не чтобы такую фигню написал какой-нибудь украинский автор нет нет на угоду вы кума а что это вы за государя сранку повисались вы что идиот вам жинка не давала что это у вас было я не понял священные камни Крыма господи кумы побейтесь потому что пляж что пляж на телу это камни там эдиты написала что вы робите это совсем другое понимаете вот и поэтому почему там так важно вот что у них обязательно пирамидальная власть вот это все и понимаете это же война вот как одна женщина сказала в россии очень красиво и коротко это почему я против почему потому что эта война неправедная и бессмысленная очень то что она неправедна и бессмысленная и смотрите абсолютно чисто фантазия из из седьмого класса понимаете человек который в других классах уже в истории не учили вот и всех кого не возьми я даже я даже удивляюсь вот и смотрите сколько бы не общались с ними какой бы культуры человек не был из россии это все шовинист все равно шовинист оно так или иначе прет этот шовинист и тому подобное у нас вот это ну я к не знаю матюкация не хочется но по-деревянски по это как четко определил что такое украинская национальная идея да да вот да я это вот одним словом это сказал почему потому что сам факт сбежать на запорожье это как раз именно вот это действие туда где тебя не дойдет некая держава никакие там дурацкие законы хотя у них законы там были очень сложные было очень много и они были очень серьезные это доказательство не по понятиям же ага там такие были сложные понятия что вам и дорогая слава богу я вот это прощупал своими руками каждую бумажечку связанную с их законами вот но они не записывали чё потому что закон церковь подвижная а в духовке не согласны а что запишут только только написано а тут не написано воно все знают что вот так нельзя надо делать вот так причем там было все там была и русская правда там была и римская правда там было огромное количество разных законодательных каких-то установок которые были ну собирательным таким образом и это было не проходной двор этих биске лечка и дурачков не как раз наоборот они за закон и сильно в этом понятиях были тут называется характер он понятия живет а вот это как двор законе да они понятия а вот не по понятиям вот а законы сложно вот и тоже там собирается эта вся тема на разговор вот по понятиям или не по понятиям по справедливости есть так далее вот это можно это нельзя вот Поэтому не обманешь. И вот мы сейчас говорим, когда закончится война. Ну как это так, чтобы спасить. А вдруг война закончилась. И пацаны что, додому вернулись? Ну да. Да, а чему не? И все, врятували свит? Давайте на приемное рятувание этого свита. Хорошо, давайте не рятуватий свит. Давайте не рятуватий свит. Я же написал, мы обречены рятуватий свит. Почему? Потому что это заложено в архетипе. Это заложено в архетипе. Рятуватий свит. Почему? Потому что мы уже его рятували постоянно. Ну знаешь было оправдать, почему тебе дома нет. Я же говорю, как жене сказать, по каким причинам тебя не мают дома. Рятував свит от супостатей. Понимаете? И вот сейчас мы стоим. Это конечно не просто сама картинка настолько невероятная. Я потом после вас давал еще мизерия, давал интервью. Я тоже относился к другим, даже если будет война. Я говорю там, ну можно не заходить на территорию. Они могут выбрать югославский вариант, просто бомбить инфраструктуру. То есть будут бомбить электростанции. Что они сделали? Только потом. То есть опять же не надо быть особо там умным. Какие-то иметь, бог знает какие там данные. Смотрите, обыватель может это все предсказать. Если у нас даже точная цифра потерь российских за полгода вылезла. Притом, что мы сами не специалисты. То есть надо чуть-чуть пошевелить мозгами. Просто немножко иметь объективную картинку хотя бы. Ну поисследуйте. Вы же накупили себе специалистов туда. Из Украины, которая их за деньги... Там же есть Ростик Ищенко. Привет ему. Пусть они кстати к нему зайдут с арестом, между прочим. Который им лапшал на уши, что Украина... Да это все, она сейчас рассыпется, ничего не будет. Хунта, хунта, хунта. Лучший ученик факультета. Лучший ученик факультета. Он очень хорошо знает, что говорит. Он знает, что он обманывает. Он знал, что он вводил и россиян вводил в заблуждение. И Путина вводил в заблуждение. Понимаете? Поэтому я бы на их месте постучался к нему в дверь. Сказал, эээ, мужик, мы тут тебе за что деньги платили? Понимаете, в чем дело? А он же там же великий эксперт. И поэтому достаточно немного знать что-то о противнике. Хотя бы понимать, чем он дышит. По каким учебникам он живет. Но я не представлял себе, мне в голову даже не приходилось, что он себе говорил, вот будет. Ну, я сижу и вот думаю, ну, если я, зная, какие будут потери, да, здесь, лежа на диване, это понимаю. А они не получат. Они же там не отдыхают. Они думают о том, что здесь. Это правда, да. Понимаете? Там же никто не отдыхает. Они лежат. И даже стыдно показывать, что эти, даже как смотрят, как-то ядовито выглядят купальники сейчас. Да? Вот. Как-то нехорошо получается. Вот. И вроде бы ты никого... Как я говорю? Вот эта тема. Мы никому не должны. В этом я не... Я понимаю, но это же горит у тебя в доме. Ты можешь... Я говорю, ты маме не должен, папе не должен, детям не должен, жене не должен, друзьям. Ну, тогда я не боюсь, ты никому не должен, а как ты вообще живешь? И Богу не должен. Ну, я не понимаю. Хорошо, если... Тогда мы кто? Вот. А у нас вот... Не, вот я выбираю. Я выбираю, кому я должен. Понимаете? И все. У россиян конкретно у них пирамидальная структура видения страны, власти. Там любого поставят. Любого. Не только Путина. Кого хочешь. Все равно будет пирамида. Все равно будет. И власть будет священна. Почему? Потому что священная миссия. У них же все на сакральности построено. Патриарх. И же с ним. Вот эти все. Они же создали... И это же вот эти прикушества. Вот эти православные, которые были. Они же идут еще с расколов. То есть, Густав... В 17 века идут. Густав, никакого шанса на то, что они рухнут? Мы же хотим, чтобы они рухнули, чертовой мать. Нет, подождите. Ну вот они рухнули. И что? Ну, как? Смотрите. Так, ну, рушились они уже. Было много раз у них это. Я считаю, что смута, в которую они были погружены. Это же было страшное время. Понимаете? Когда была смута, вот когда... Когда Рюриковичи, да, династия прервалась, да. Мы помним этот... И вот это... По времени владыка, патриарх, я жив, еще. И так далее, все. И все, смута, самозванцы пошли и так далее. Это вот когда Лжедмитрий и все прочие. Да, 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 да. Это же тоже какое время было жуткое, что они там переживали. А до этого же был этот... Ну, Борис же Годунов же был царем. Прекрасная же, перспективная была и царь, и сын у него образованность. Это же известные вещи. Но вот и вдруг не урожай. Но голод был такой, что люди через кал ели. То есть у них проблем много было всегда. И по мордам давали, и в депрессии сидели, и все остальное. Все было. Просто другое дело, что все были заражены одной и той же болезнью. Это свища. Мы от Кесаря Августа ведемся, говорил Иван IV, да. От Кесаря Августа, да. Там у него же мама оттуда, вот понимаете. И вот это же мы, вот эта тема, и Третий Рим, вот эти все эти вещи. Ну, как я сказал, про этот туалет. Помните, который ты сказал? Да, да. Он выходит, а у него в голове вот это величие, вот эта картинка. У него... Он проснулся, как субъект великого смысла. Понимаете? У них коллективный великий смысл. Они же идут на кого? На хомосоциалистов. Мы же тут все кто? Гомики. Мы тут все там педикарки какие-то. Мы там еще там кто-то. Все тут голубые. И нас тут негры насилуют. Они же идут нас спасать от негров, которые нас превратили в своих этих сексуальных рабов. И там, взяли картинки эти в голове. У них же тоже есть прав... У них, понимаете, кто-то сказал, поищите их благое намерение. Ну, сейчас мы спасем весь мир, да, от этих вот. Мы же тоже спасаем весь мир от сумасшедших. Понимаете? И вот это вот сошлись спасители. Мы спасаем весь цивилизованный мир, а они спасают свой сакральный мир. Не, подождите. Так что это вечная война, Густав, тогда? А она и была такой. Ну, она длила сколько? Она длила сколько? Смотрите, если человек управляет государством, у него в руках сколько инструментов. А он за учебник седьмого класса не выходит. И все в окружении такое же. Даже и седьмой, скорее всего, не читали. А читали они кликушеские брошюрки, которые там производят. У меня этих брошюрок, вон, целая полка есть. Я их изучал. И это из старых времен. И там батюшка сказал. Там такая матушка сказала, просвещенная. Там Лаврентий Черниговский сказал. Хотя Лаврентий Черниговский никогда этого не говорил. Вот точно не говорил. Вот ему приписали там. И вот они ходят и сами все читают и приписывают. Это святые говорили. И так далее. И они все вот в этом вот маразме находятся. И ты понимаешь, что ты последняя надежда Бога на земле. Ну, с такой картинкой миром можно идти. А потом они приходят в украинский дом. И начинают там убивать пенсионерок, каких-то детей насиловать. А потом, вот поразительный весь. Смотрите. Вот что такое архетипа. Украинцы. Может, вы видели эти кадры. Их многие видели. Идет сначала такая грязный укопчик. Такая канава. Потом оно идет чуть глубже. Какой-то такой темненький блиндажик. А потом такой коридорчик. Бац. И подземная квартира. Объясняю. С евроремонтом. Может, вы это видели. Просто крутая, крутая квартира с евроремонтом. С душами, со всеми делами. Это пацаны себе сделали в посадке. Они пришли на гноярку. И там срубили евроквартиру. Эти заходят в евроквартиру. Вот я когда услышу эти два комментария. Женщина рассказывает. Разрушили все внутри. И стали там жить. Ну да. Зафиксировал несколько. А то, что дважды, то всегда. Говорю. Это что должно быть с народом? С людьми в голове. Чтобы зайти в обустроенное место. Сделать им из него руину. И в этой руине поселиться. Ну, я понимаю там смысл. Типа пожил, ушел. И разрушил за собой. Понятно. А жить в руине. Это что? Это вот как? Это что? Только психиатры должны отвечать на этот вопрос. Понимаете? Мы не можем обвинять больных в том, что они больные. Понимаете? Нельзя разговаривать в сумасшедшем доме. С сумасшедшими. Санитары с ними не разговаривают. Они их вяжут и закрывают. И нам выпала дверь. Это дверь. Вот дверь. За дверью палата номер 6. Там сумасшедшим. Они пытаются вырваться. И мы эту дверь подпираем всем народам. Мы все санитары. Нас санитары записали. Что там говорить? Лайк ставить нельзя. И вдруг ему говорят. Дайте автомат. И ты можешь делать то, что даже Путин делать не имеет права. Убивай кого хочешь. Насилуй кого хочешь. И бери, что хочешь. Понимаете? То есть Путин не бегает по красной площади с пистолетом. И не стреляет старушек. Правильно? А ты можешь. И тебе. То есть тебе. Ты освобождаешься от культуры. И любых сдерживающих вот этих партнеров. И тебе дали возможность быть кровавым тираном всего человечества. На отдельно взятом украинском участке. Ну вот это. Как бы получилось. Другое дело, что ты в лоб пули. Ты можешь получить. Да. И многие получают. Они осознали, что безнаказанно. Но это во время любой войны. Другое дело, что. Я же говорил, что если была. Я почему смущался, что как же так? Вот нет аналитики. У них нет аналитики. А зачем тебе аналитика? Если тебе вот по кайфу так. Вы же вспомните, сколько мы с вами совершали в жизни поступков. Смотрите. Абсолютно алогичных. Было такое дело. Да и есть. Было. Вы точно знали, что это неразумно, алогично и прямо скажем некультурно. Но мы это делали. Почему? А нам это было приятно. И удобно. А Гриши это приятно. Понимаете, в чем дело? А вот собирать, извините, гуманитарку для старушки. Понимаете? Везти инвалида на инвалидной коляске, толкать вдоль бульвара. Заботиться о детях, заботиться о ком-то, это тяжело. А в затылок старушку легко. Потому что патрон стоит копейки. И все. И ты говоришь. Любого прохожего. Воно, которое ходило по улице и сало любого, кто похож на полицейского, может сам убить любого прохожего. Понимаете? То же самое, как немцы. Немцы. У меня есть дачка по наследству. 37-го года. Вот это справедливо украинская хатынка. Я там отдыхаю на кровати. Там музей. Там семейный музей. Все. Там прялки, моталки. Все это там есть. Есть предметы, которые оставили немцы. Потому что они там спали. Вот я лежу на кровати, где немец спал. То есть он эту кровать, знаете, не распилил. Не украл. Не разрушил. То есть даже они понимают, что, наверное, вот это... Хотя они грабили. Все это у них было. И так далее. И музеи грабили. И людей грабили. Все у них было. Но, тем не менее, извините, хата осталась. Понимаете? И только одна хата сгорела на кутку. Потому что сгорела крейша. Такое. Вот. Боже упаси, что там оправдывать. Но я о чем? Немец мог... Объясняю. Когда в Киеве расстреливали евреев. И один мальчик додумался там как-то через трубу выползти. Там что-то они сбежали. Вместе с братом. И брат там дошел до какого-то поселка. Остался там. А этого оставил. Подожди меня. Я узнаю, где мы будем жить. Да? Вот они выбрались из этого. Из Баби-Вояра. У предбальника. Буквально вот. Вот час уже заведут. Вот там они куда-то юркнули. В какую-то дырку. Вот. И этому мальчику было 6 лет. И он не знал, куда идти. Не дождался брата. Который буквально пришел уже. Буквально минут через 5. Вернулся в Киев. В свой двор. А дворник говорит. Ну, Юде. Юда ж пришел. Ну, это ж ты обязан сообщить. Пошел, сказал первому попавшемуся немцу, который мимо проходил. Они заходят и вешают мальчика на яблоне во дворе в Киево. То есть в Киевском дворе они повесили 6-летнего мальчика на яблоне. Объясняю. Это не палач. Не группа палачей. Да? Это первый попавшийся немец, проходивший по улице. Вы знаете, при всех изнасилованиях, которые говорят. Я не представляю себе солдата, который повесил 6-летнюю девочку или мальчика где-нибудь на улице Берлина. Не представляю. Ну, вот что-то точно не то. Смотрите, или немец. Смотрите, у него, вот это когда повесили эту Зоу Косподеменскую, да, то там фотографии казни нашли, нашли в кармане, в кармане у этого офицера, по-моему, у офицера, или солдата, уже не помню, вот, в Крыму, уже Крым освобождали, и там у него в кармане нашли эту пачку этих фотографий, как он снимали, как они вешают Зоу Косподеменскую. Вы смотрите себе, я не знаю, как советский солдат носил бы фотографии, как они вешают какую-то там, я не знаю, немецкую диверсанку или санитарку. Ну, я сомневаюсь. Это разница архетипов. Понимаете? Вот, соответственно, я не представляю там, чтобы немец разрушил дом и стал в нем жить. Я этого не представляю. Понимаете? Я говорю, вот точно, вот у них окопы, как у украинцев, точно были, стали сделать какую-то квартиру. Вот это факт. Вот, вот это невозможно. А тем не менее, вот такая вот разница. Освобождение от культуры. Можно повесить мальчика. Можно взять и повесить девушку, да, какой бы она диверсанкой ни была, и носить фотографии. Это что, портожурнал у тебя был такой? Вот зачем ты носил это с собой? Я не представляю себе. То есть, вы видите, что такое работа с мозгом? Ребята, тут сошлись серьезные проблемы. Причем, когда мы разговариваем о политике, ребята, тут не политики, тут психиатры должны разговаривать. Причем тут, когда мне говорят, вот интерес там тот, а вот они такие, а мы такие, а мы себя расследим. Ребята, это скопление психических заболеваний. А архетип – это устойчивое представление о мире, о самом себе. И, как бы сказать, навыки и рефлексы, которые передаются из покорения в покорение, независимо от смены времен. Поэтому украинцы вот такими были всегда. Густав, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами. Даже не хочется останавливать такой разговор. Очень надеюсь, что... Вы знаете, я год не разговаривал. Это первый мой эфир с начала войны. Не говорил. Вот так с вами тогда поговорил, больше не говорил. Ну, я приехал, ну, были объективные, там, ковидом переболел и так далее. Было не до этого. А потом уже, как говорится, Арестович там включился и пошли ребята набить. Поэтому говорю, что, ну, он сыграл, вот видите, тоже, что такое работа с мозгом. Вот вам исторический, он сыграл историческую роль. Даже планетаблю в чем. Смотрите. Он говорит, вот это, помните, успокаивает всех, да? Ой, там ползет последний бурят. Все, последний бурят ползет. Сейчас, сейчас, сейчас. О, еще один выполз, но это последний бурят. Знаете, танк, какой танк? А, да там, ну, два ржавых танка. Все, осталось два ржавых танка. Вы представляете себе, что было бы, если сказали, война будет длиться год. Умирать будут десятки тысяч. Все останутся без этого, без жилья останутся миллионы. Эти смоются, эти погибнут. И все, вот это надо было говорить. Нет. А когда говорят, нам надо, помните, нам только день простоять и ночь продержаться. Или ночь позади день продержаться. Помните, да? Вот всего-то навсего. И что? А Магалет мобилизовать даже детей. И дети пошли. Потому что, помните, мальчишка-бальчишка, потому что вот из этих всего-то ночь просто до день продержаться. И придет великая, могучая помощь от западных стран. Знаете, та же самая сказка. Придет великая, могучая Красная Армия. В данном случае придет вот эта помощь. И мы обрушим их. И побегут эти проклятые буржуины и так далее. Побегут. Ну что? Что это ситуация, что сказка, что Арестович. Он молодец. Он прямо сидит и говорит. Ребята, сейчас мы поработаем. Дождь просто и день продержаться. Все. А то все. А то будут последствия. Все. Он их вообще дымал. Все. Завтра уже Путин придет с пистолетом и застрелится. На ваших глазах. Я уже вижу. Но это же круто. Поэтому, слава богу, когда говорят, я не думаю, что испытание наше скоро закончится. Вот. Почему? Потому что я боюсь, что концапы и москаляриши умеют воевать в долгую. Они вот эти вот длинные вот эти штуки, они их любят. Понимаете? Он же нельзя Петра Первого вспоминал, да? Они любят эти. Другое дело, что сегодня не 19 век. И сегодня время бежит с такой скоростью, что вот такие длинные вещи, оно уже не позволяет в таких масштабах, чтобы это всей планеты коснулось. Да еще в такой риторике. Ну, и в таких угрозах, ну, извините, это, по-моему, не по, как я сказать, не по синей шапке, нет. Я хотел сказать, что это, как можно сказать, не на часе. Нет, это не на часе. Это, то есть, не совпадает глобальное время, скорость развития и так далее и тому подобное, скорость технологий их возникновения, взаимоотношений и так далее. И вот это. То есть, ребята пришли из лесу. Вот нельзя, когда говорят, кто такие москалицы? Чухонские, монголоиды, которые совокупляются с медведями в лесу. И это называется, чтобы раскребетить противника, чтобы он был, ну, обесчеловечить его и так далее. Но когда смотришь на вот эти штуки, думаешь, слушай, а ведь вот так вот пошутишь, а это реальность. Ну, вот. Поэтому, я думаю, переживем. Почему? А потому что Украину, читайте, вроде у Девочиханцева, там написано, невозможно завоевать. Сколько раз это, что тут только не было. Все войны через нас. Первая мировая через нас очень сильно. Революция через нас очень сильно. Есть в России зоны, которые вообще революцию пережили легко. Они вообще даже ее не заметили. Понимаете? А мы конкретно пережили. Понимаете все это? Потом Вторая мировая война. Вот так прошло все. Смотрите. А мы есть. Мы есть. И все такие же. Понимаете? Я сказал Шевченко, да не однако вы мне. Читом и ничего было. И все мы есть. И будем. И когда я там написал в престольной оде, что сейчас мы как дурачки выглядим. Но настанет момент. Это будет скоро. Будет. Мы на это обречены. Почему? Потому что мы не то, что должны пристроиться к цивилизованному миру. Это то, к чему цивилизованный мир должен пристроиться к нам. К нам он должен. И я об этом говорил. Мы впереди планеты всей. Почему? Потому что наше представление о государстве, о взаимодействии общества и государства, такое, куда мир еще не пришел. Но придет. Поэтому мы, наша внутренняя борьба, это борьба за новый мир планеты. Поэтому задушить или там еще что-то там, придушить еще когось, або прокурора, або якось там этого и тому подобное, да, и поднять на них восстание, это не про то, что у нас тут не лады, а о том, что мир должен быть другим. И мы это еще покажем. А для того, чтобы мы это провели, ну, мы должны стать что? Центром мира. А как сделать это центром мира? Чтобы про тебя все знали. Чтобы блоха последняя знала, где ты. Теперь знают все. А вот раз знают все, то потом еще, например, как мы можем жить без войны. Вот зачем все это. А других методов медицина не знает. Понимаете? То вы были дурочки на окраине России, а теперь вы центр мира, который спасает всю планету. Только планета ссыд. Присоединяться к нашим передовым идеям. Ну ничего, мы им выдадим пантерс. Густав Владичкова сегодня с нами на связи. За что бы просто ему страшно благодарна. И Густава прямо не хочется расставаться. Вот очень хочется продолжить в следующем году. Спасибо вам за шагу. Ну продолжим. Раз технику наладили, значит продолжим. Спасибо большое. И, конечно, признатели вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами. Это был Украфт ТВ. Украфт ТВ. Украфт ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok